Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях в городе и области. Коротко о том, что сегодня в выпуске. Учтены все требования гражданского законодательства, законно-федерального, некоммерческих организаций. 33-я сессия городского совета. Наши участники войны с каждым годом становятся летней и меньше. Пленум Десногорского совета ветеранов. Дети сами шили, сами показывают, участвовали в короткости, с удовольствием. Педагоги дополнительного образования города поделились опытом работы. Несовершеннолетним сами поставили на учет города по делам несовершеннолетних. Родителям будет выписан административный штраф. Викторина «Человек. Государство и право» в Десногорском энергетическом колледже. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 22 ноября в администрации города состоялась 33-я сессия городского совета. Какие вопросы обсуждали и какие решения были приняты в этот раз депутатами, вы узнаете из нашего первого сюжета. На повестку дня было поставлено пять вопросов. Первым депутаты рассмотрели представленные администрации города проект о бюджетном процессе. И, учитывая рекомендации депутатской комиссии планово-бюджетным по налогам и финансам, единогласно приняли решение утвердить положение о бюджетном процессе в новой редакции. Одним из решений депутаты утвердили положение о Комитете по культуре, спорту и делам молодежи. Теперь этот комитет будет объединять культуру и спорт вместе. Двумя решениями депутаты утвердили положение об Общественном совете Десногорска и наделили администрацию города полномочиями по организационно-техническому обеспечению его деятельности. Региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предупреждает, что проведение спортивных соревнований, таких как катание на снегоходах по ледовой поверхности водного объекта, соревнований по зимней ловле рыбы и так далее, необходимо проводить только при наличии договора водопользования. За этим документом необходимо заблаговременно обратиться в Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии. Пользование водными объектами в отсутствие разрешительных документов является административным правонарушением. Онлайн-турнир «Энергия книги» стартовал в Десногорске с 1 сентября. Организован конкурс с городской детской библиотекой при поддержке Управления информацией Смоленской АЭС и Смоленским исследовательским центром по атомной энергетике. Всего в турнире приняли участие 13 команд из 9 городов – Десногорск, Чаусы, Заречный, Трехгорный, Зеленогорск, Снежинск, Северск, Рословль и Ярцево. В финал турнира вышли 12 команд в трех возрастных категориях. Всего было проведено почти 100 игр. Все участники соревнований теперь получат призы и грамоты. По результатам игры будет создана тематическая интерактивная карта. На пленуме члены Совета ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов приняли два решения. Подробности далее. Ежегодный пленум Совета ветеранов – это подведение итогов работы всей общественной организации за год. В состав Совета входят семь первичных организаций, которые объединяют ветеранов Великой Отечественной войны, правоохранительных органов, афганцев, морское собрание, строителей и ветеранов педагогического труда. У Совета два основных направления деятельности. Целью нашей работы является социальная защита ветеранов и их честь и достоинство. Я думаю, что нет необходимости перечислять все льготы наших ветеранов. Скажу только одно, что все участники войны получили сертификаты на предприятие жилья, и все приобрели жилье. Ветераны, нуждающие в средствах передвижения, обеспечены валютными колясками. Второе направление деятельности Совета ветеранов – это работа с молодежью. Именно ветеранская организация постоянно занимается духовно-нравственным и военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. При этом ветераны уделяют внимание не только молодым десногорцам. Занимаемся не только городом. Мы в этом году, например, трижды были в Якимовичской школе, были в Сырокарении, были в Крапивне. Мы вместе с ребятами объезжаем памятники и обелиски, которые посвящены погибшим во время Великой Отечественной войны. Мы опять же ездим к ребятам, которые погибли в Афгане и Чечне, ухаживаем за могилами, рассказываем. То есть они хоть понимают, что это живые же люди были. Не просто какие-то там такие, как идолы, а нормальные, хорошие люди, такие же они. Но они защищали и честь государства, и свою родину. И самая главная задача Пленума – совместно выработать основные направления работы всего Совета и первичных организаций в следующем году. Сотрудники госавтоинспекции призывают родителей повторить с детьми правила дорожного движения и обращаются с просьбой не оставлять детей без присмотра на прогулке, а также повторить с ними правила безопасного поведения вблизи дороги. За этот год в Смоленской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с участием детей пешеходов до 16 лет. Немалая часть из них произошла в дворовых проездах жилых домов. Основная причина дорожных происшествий в жилых зонах – невнимательность водителей и неожиданное появление детей на проезжей части дворовых проездов из-за припаркованного транспорта. Кроме того, госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными и учитывать, что заметить маленького пешехода бывает очень трудно. Ко дню матери сотрудники историко-краеведческого музея с 16 по 20 ноября подготовили и провели ряд мастер-классов по изготовлению поздравительной открытки и русской народной куклы «Оберега для мам». Мастер-классы проводились для учащихся начального звена средних школ и воспитанников детских садов. Такое увлекательное занятие вызвало неподдельный интерес у детей, ведь что может быть лучше и трогательнее, как подарок преподнесенной маме, сделанный своими руками. Ведь через руки можно передать свое тепло и частичку любви. Небольшой подарок, преподнесенный в этот день, порадует мамино сердце и обязательно поднимет настроение дорогому человеку. Педагоги Дома творчества нашего города – люди талантливые и одаренные. О их достижениях и успехах, а также их воспитанниках знают не только в Десногорске, но и за его пределами. 22 ноября десногорцы поделились своим опытом с педагогами со всего региона. В этот день в Доме творчества проходил областной семинар педагогов по организации здоровья сберегающего пространства в дополнительном образовании. Работа началась со знакомительной экскурсии по учреждению. Затем участников поприветствовала председатель комитета по образованию Римма Овечкина. Десногорск всегда называют молодым городом, несмотря на то, что нам уже 42 года. Ну, как молодой город, мы стараемся поддерживать этот имидж. Конечно, самые главные наши задачи – это наши дети. Всего у нас в образовательных учреждениях и в школах обучаются более 4600 детей. Директор Дома творчества Оксана Кондрашенкова рассказала об основных аспектах проектирования здоровья сберегающего пространства в своей организации. А методист Елена Долженко познакомила педагогов с формированием здорового образа жизни и укреплением здоровья учащихся при реализации программы «Радуга». Опытом работы поделилась и заместитель директора Алена Сергунова, которая рассказала о комплексном подходе в создании здоровья сберегающего пространства. Методист Евгения Калинина поделилась опытом, как беречь и укреплять здоровье детей во время летней оздоровительной кампании. Затем гостям предложили принять участие в мастер-классе и показали открытое занятие «Путешествие в страну здоровья» в творческом объединении «Школа искусств Капель». Подведение итогов семинара показало, что все участники и организаторы остались довольны и благодарны. В Доме творчества прекрасная атмосфера, очень уютно, очень светло. Ребята все позитивно настроены, педагоги, я так понимаю, что просто горят своим делом, очень творческие люди. И, конечно, у нас сложилось только благоприятное впечатление. Также в этот день педагоги наметили темы будущих семинаров и определили задачи для дальнейшей работы. Смоляне пока не могут заменить свои водительские удостоверения в многофункциональных центрах, так как Смоленск не вошел в число субъектов Российской Федерации, где в ноябре МФЦ уже начали предоставлять услуги по замене водительских прав. Эта услуга станет доступна для жителей региона только с 1 февраля 2017 года. Кроме того, в МФЦ клиентам с этого времени будет предоставляться возможность замены водительских прав международного образца. В Смоленском районе сотрудники таможни и ФСБ обнаружили склад с запрещенными к ввозу в Россию овощами и фруктами. В девяти фурах находились польские яблоки, грибы и груши из Африки. На складе хранились материалы и приспособления для изменения на упаковочной таре сведений о стране происхождения грузов. Яблоки были уничтожены как санкционный товар, а судьба груш и грибов будет решена после проведения дополнительных проверок. Сотрудники историко-краеведческого музея приглашают десногорцев принять участие в мероприятиях, посвященных Дню воинской славы России. С 23 по 30 ноября они будут знакомить с историей жизни маршала Советского Союза Георгия Жукова. С 1 по 2 декабря состоятся мероприятия «Это нужно не мертвым, это нужно живым», посвященные Дню неизвестного солдата. А с 5 по 9 декабря пройдут Дни Героев Отечества. Заявки можно сделать по телефонам, которые вы видите на экране своих телевизоров. Первокурсники Энергетического колледжа соревновались в знании законов. Мы расскажем об этом в нашем следующем сюжете. Викторину организовал Молодежный центр Комитета по культуре, спорту и молодежной политике. В конкурсе приняли участие 5 команд первокурсников. Команды состояли из 5 человек. Викторина проходила в 5 этапов. На каждом этапе участники отвечали на 10 вопросов. Студенты должны были продемонстрировать теоретические знания законов и решить практические задачи. Все участники были очень активными и отвечали на все вопросы. Радостно от того, что дети знают какие-то определения основные и общие. Но и грустно от того, что более частные, более конкретные вещи они все-таки знают не до конца. Например, было удивительно узнать, что они не все сказки знают. И было насторожение какое-то, настороженность в том, что они не знакомы с статьями Кодекса об административных правонарушениях. Значит, это наша недоработка. Будем работать дальше. С 15 по 18 ноября в Десногорском энергетическом колледже прошли соревнования по баскетболу в рамках Всемирного дня отказа от курения. В колледжном турнире приняли участие команда всех классов. Победители соревнований наградили почетными грамотами. В областном центре наградили спортсменов, тренеров, победителей и призеров международных и всероссийских соревнований 2016 года. Их отметили наградами Министерства спорта России, благодарственными письмами губернатора Смоленской области и денежными поощрениями. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин